Валентина Круглова пенсионерка. Она практически не выходит из дома. По хозяйству ей помогает соцработник. К вакцинации Валентина отнеслась с доверием и первую прививку сделала еще 1 апреля. Сейчас по истечении полугода решила пройти повторную вакцинацию. У меня знакомая тоже вакцинировалась. Мы так поговорили с ней, она тоже согласилась. У меня нет таких знакомых, которые бы не вакцинировались. В помощь и поддержку соцработник Вера Боровкова, или как любя ее называет Валентина Круглова, Верочка, оказывает с начала нулевых. За 20 лет они стали для друг друга родными людьми. Сходить в магазин за продуктами и лекарствами, помочь добраться до поликлиники, приготовить еду и поддержать чистоту в квартире – это лишь часть помощи, которую обеспечивают социальные работники. С началом пандемии работы у них прибавилось. Если раньше за каждым работником было закреплено в среднем по 7 человек, то сейчас до 12. Потому что многие сидят на самоизоляции, не выходят, помогать некому. Родственники тоже реже стали с ними из ограничений социальных контактов, они реже стали посещать своих мам, пап, бабушек, дедушек. И приходится социальному работнику. Преподопечные у меня тоже все практически вакцинировались. Я с ними разговаривала, разговаривала с родственниками, что надо, надо обязательно делать прививку, иначе у нас это никогда не закончится. Вакцинация – самый действенный способ обезопасить себя от коронавирусной инфекции, говорят медики. Кроме того, важно соблюдать элементарные гигиенические меры. Чаще мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Мария Левина, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова